Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Таша Молярова и вы на моём канале «Жизнь без дублей». Мы сегодня в Москве приехали на спектакль, на который нас пригласила Елена Ронина, писатель, моя подруга. Спектакль поставлен по её сценарию, она вложила много сил в постановку этого спектакля. Он для неё очень дорог, и мы, конечно же, с интересом и радостью приняли это приглашение. Спектакль будет проходить в Библиоглобусе. Это такой большой книжный магазин, который находится на Лубянке. Раньше это был просто книжный магазин, а сейчас его можно назвать культурным центром. Там есть залы, где проходят встречи с писателями, проходят какие-то спектакли, концерты. И мероприятия, в принципе, рассчитаны на небольшое количество зрителей. Там такие маленькие залы. Ну, сейчас мы туда, собственно, и направляемся. Сегодня чудесный весенний день, прекрасная погода. Только что мы закончили прямой эфир. Вот ссылочка на него даю, кто не видел. И во время прямого эфира мы прогулялись по Москве, прошли через центр, прогулялись по Моросейке, зашли в чайный дом на Мясницкой, попили вместе чаю с вами. А сейчас продвигаемся к Мясницкой, подходим. И как раз пойдем в Библиоглобус. До этого я хочу куда-нибудь зайти и купить цветы. Думаю, что на этом спектакле будут еще какие-то радостные встречи. Ну, во-первых, непременно повстречаемся с Леной и поздравим ее с премьерой. Ну, и потом, поскольку анонс был и у Лены, и у меня на канале, а у нас и подписчики, и знакомые пересекаются, думаю, что мы можем еще кого-нибудь неожиданно встретить. Субтитры сделал DimaTorzok Соберите мне, пожалуйста, букет. Вот три тюльпанчика таких вот, сине-фиолетовых, вот таких вот, да. А белых тюльпанчиков четыре. Ну, а здесь тоже гордыня, как у меня, прям, еще не зацвела. У меня тоже еще в бутонах стоит. Какая интересная орхидея. И ромашки вот те мелкие. Да, очень хорошо получается. И, да, балочкой. Да, отлично. И упаковочку, может, там какой-нибудь крафт будет? Да, крафт какой-нибудь простое что-нибудь, упаковочку какую-нибудь простую. Конвертиков, да, сделаем? Ага. Да, вот я подобрала зелененькую, а не крафт. Мне кажется, что зелененькую будет еще лучше. В результате получился чудесный букет. Нет, это не он. Ну, смотрите, какой получился милый весенний букетик. Ну, все, теперь пойдем в Библиоглобус. Походим, у нас еще есть время. Походим по самому Библиоглобусу. Покажу вам, чего там сейчас происходит. И заодно найдем зал, где будет проходить спектакль. Смотрите, в Москве уже совсем весна. Вообще нигде нет снега. Все растаяло. Сегодня потрясающее солнце. Сейчас уже около шести вечера. Начало в шесть. Ну, мы уже здесь с утра гуляем. Еще по делам приезжали и прямой эфир провели. Так что сейчас как раз пораньше придем. Может быть, с кем-нибудь встретимся. Ну, потом посмотрим какие-нибудь книги интересные. Может быть, еще что-нибудь подберем. Да, но букетик прям получился весна-весна. Очень мне нравятся ромашечки. Они, согласитесь, так прям освежили эту композицию. Заходим. Так, а вот где залы я, кстати. А вот зал 2. Наверное. Смотрите, здесь тоже придаются цветы. И какие красивые герани есть. Ну, такие они уже оформленные на подарки. И прямые такие крупные. Ну, а вообще, это книжный магазин. Очень большой. С прекрасным ассортиментом. Вот. И как раз, видите, здесь фотографии всяких литературных встреч и встреч с интересными людьми, которые тут проходят. Здесь делают всякие тематические подборки. Хорошо. Вот, к великому посту. Книги с постными рецептами. Вообще, когда попадаешь в такие книжные магазины, понимаешь, что, несмотря на эпоху цифровизации и информатизации глобальной, книга, она все равно жива и, более того, востребована. И мне нравится, что сейчас книжные магазины их организуют как общественно-культурное пространство. То есть, к нему можно взять в руку, посмотреть. Здесь есть такие уголки, где можно посидеть, полистать, почитать, выпить кофе и принять решение о покупке и выбрать для себя книгу. Много залов учебной литературы. Вот видите, прям отдельно разделами экономика. Причем большой какой раздел, да, учебные различные литературы. Психология. Магазин на нескольких этажах. Очень большой отдел детской литературы. Тоже там так хорошо оформлены. Детишка, можно посидеть и поиграть. Поднимаемся на второй этаж. И зал, где будет проходить спектакль, находится на втором этаже. Здесь, кстати, очень хорошая навигация. Есть такой робот. Вот пока я его не увидела, к нему можно подойти и задавать вопросы. Так, идем. Я, кстати, достаточно давно тут не была. И после поменялись тут совсем. Шкафы какие-то другие стали. Такое устройство по-другому совсем стало. У всех шкафов есть, видите, нумерации. Ряда, полки. Есть электронный поиск. Находишь книгу. И там потом написано, в каком месте ее можно взять. Вот мы проходим. Здесь находится зал презентации. Так, ну вот мы пришли. Сейчас нужно будет раздеться. И вот и Леночка. Сейчас, пока она там разговаривает, мы разденемся и к ней подойдем. Здравствуйте, мои дорогие. Это тебе от нас. С премьерой тебя. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что приехали. Очень-очень приятно. Как всегда, элегантная, невероятная. Вот. Да. Сейчас мы должны вместе. Да, вместе должны. Что, дорогая Таша, я рада тебя видеть. Валера, рада вас видеть. Спасибо. Спасибо, что приехали. Нам очень приятно. Опираемся сегодня на позитив. Конечно. Ну и сегодня про нас, про женщин. Я рада, что, кстати говоря, в зале много мужчин. Потому что, ну, я думаю, что мужчина тоже должен вообще понимать, с кем он имеет дело, да. Конечно. Ну, расскажи в двух словах, о чем спектакль. Ой, ты знаешь, как говорит наша актриса, что вообще должна совместись интрига. Но, в общем, спектакль о женщине средних лет, которая в какой-то момент вообще думает, как она проживает эту жизнь. Правильно или неправильно. И начинает разбирать вообще, что было в ее жизни. Какие-то такие вот модные слова, рэперные точки. И что в ее жизни, отношения с мамой. И что отношения с мужем. Почему они не сложились. Какая подруга вообще. Есть ли подруга в жизни женщины. Или это совсем даже можно не поверять подруге. Ну и, конечно, отношения с сыном. Как выстроить, так отношения с сыном. Чтобы он смог прожить свою жизнь. А как у тебя родился этот спектакль? Это была какая-то пьеса, а потом ты по ней сделала сценарий? Или это ты специально писала? И вот вы сейчас видите Марину Веденееву. Это наша режиссер и актриса, которая, когда ей исполнилось 60 лет, она мне позвонила. Это, кстати, была пандемия. Я была в японском романе. Я сказала, Лена, а напиши мне на день рождения. Я сказала, я не могу, то что я вообще, я в романе. И тогда она сказала, ну слушай, ну вот просто, может быть, разговор двух подруг, может быть, еще что-то. Но дальше я не спала всю ночь. Короче, мысль тебе запала. Я отложила свой японский роман, начала писать пьесу. Марине про это я не говорила. А через месяц я позвонила и сказала, ну ладно, в общем, вот тебе пьеса, читай. Но, опять же, была пандемия. Мы не смогли поставить этот спектакль. И вдруг она мне говорит, слушай, у тебя же юбилей, 60 лет. Мы сыграем этот спектакль вот к твоему юбилею. У меня же вот ровно через месяц. Ну вот так родились. То есть это и я писала сразу пьесу, я писала на конкретную актрису, которую вы сегодня увидите. А дальше, поскольку у меня вы видели вот мои спектакли музыкальные, музыканты подошли как-то ко мне и сказали, Елена, а давайте мы сделаем вот что-то такое сообща. Вот у нас есть струнный квартет, давайте мы сделаем этот струнный квартет. А дальше, когда мы начали работать со струнного квартета, мы рассказали, знаете, что у нас есть прекрасный композитор, Михаил Звудников. Композитор здесь же, видишь, все, все, все. Композитор напишет для нас музыку. Потрясающе. И он написал для нас музыку. Ну, немножко, правда, там и другого чего-то наколлаборировал, как говорит Миша, да, сделал коллаборацию. Конечно, коллаборацию снова так. Угу. Ну, вот что получилось, вы сейчас увидите. Твои пьесы всегда потрясающе музыкально оформлены. Вот все, которые я видела. Поэтому я думаю, что сейчас будет, учитывая, что это вообще композитор написал, то это сейчас будет вообще что-то удивительное. Поэтому нам очень с вами повезло, что мы можем прикоснуться к такому спектаклю. И Мендельсона, и Баха, и Бетховена, и Шостаковича. Никого не забыла. Баха, Бетховен. И Михаила Звонников. Михаила Звонников – это наша основа. И дальше мы много что... Ну, опять же, не мы, а Миша со своим невероятным совершенно вкусом. И главное, что у нас развелась... Но, Миша, вы присоединяйтесь к нам. А то как-то мы про вас, а вы от нас на такого расстояния. Как мне кажется, самое интересное, что у нас еще родилось такое новое сообщество, которое называется «Творческое пространство Елены Рониной». Кстати, тоже наша молодежь придумала. Я думала, что, может быть, это будет творческая мастерская, творческая лаборатория. А вот эти молодые прекрасные люди сказали, что «Здравствуйте, московский комсомолец к нам пришел». Катя, я очень вам рада. Я вас рада, Светлана. Да, очень приятно. Вот как раз сегодня будет про маму и дочку. Да, я думаю, что всем откликается. Какие мамы иногда бывают, я не знаю. Вы порадуетесь, что у вас все не так, что у вас все прекрасно. И вот у нас ребята придумали название «Творческое пространство Елены Рониной». И нам показалось, что это очень интересно, потому что действительно музыка, которая соединяется со словом. При том, что изначально этот спектакль не был музыкальным. Он был абсолютно драматическим. Да. Вообще драматическая история. Но вот ребята это увидели совершенно к другому. У нас такие репетиции, они, я не скажу, что они, может быть, сложные даже. Мы очень идем, только мы на встречу доверяем, безусловно. И я в абсолютном хорошем смысле, сам в хорошем смысле этого слова «шоке» от того, насколько все доверяют, понимают друг друга. И быстро, настолько быстро хватают, что… Да, сохраним интригу. Уже мы очень заинтригованы, уже хочется, чтобы быстрее начиналось. И нам. Присаживайтесь. Да, хорошо. Спасибо, дорогая. Елена Ронина. Монолог «Женщина». Монолог «Женщина». Субтитры создавал DimaTorzok Готовилась Готовила себя к разговору Раз в год она это делала Только раз в год Но морально готовиться начинала за полгода Ну, не то чтобы за полгода Но месяца за два, за три точно А может она и не переставала к нему готовиться? Так и желаете мы разговором постоянно? Правила новой текста в голове Начну вот так Нет, это очень жестко Про это лучше сказать в конце А может вообще не говорить? О чем собственно говорить? Прошло почти 20 лет Господи, 20 лет? И она до сих пор продолжала с ней говорить Призвать ее к сердцу, к ее разуму, к порядочности в конце концов А с кем ей еще говорить? Подруг у нее больше не осталось Она их ликвидировала в один момент Про подруг все стало ясно сразу Мать Мать Но мать была давностью И с ней разговаривать было бесполезно Все разговоры с матерью превращались в ее монологи Виолетта Львовна Никого не слышала и не слушала Разговаривала исключительно сама с собой Ну, расхлебывает она это всю жизнь А еще отец Но про отца вопрос всегда повисал в воздухе А ответ был такой невнятный Ну, что, братья, вспоминать? Да давно это было То есть Пока Клара росла И вопросов не задавала Вот эта информация как-то улетучилась из памяти матери Подросткам девочка Все переживала А почему же она раньше-то не догадалась спросить у матери? Ну, раньше-то должна быть Помнила? Это потом она догадалась Что это всего лишь фигура речи Был Да всплыл Но все равно Клара пыталась выяснить Но откуда-то он Всплыл в жизни матери А потом догадалась Что мать и вправду Забыла Но забывала же она выключить плиту Так о чем мы, собственно, говорим Что я не так сказала Мать Показалась В дверях В огромных тапках Тонкие ножки Пить будете? Пить будете? Нет Буду Борщ варить Или ты хочешь рассосник? Мне все равно Ну, тогда свари Грибной суп Грибной? Но у нас нет грибов А зачем ты сказала Про грибы? Ты издеваешься? Мам Я устала С утра? Ты устала уже с утра? А зачем ты отменила эти? Мальчик Только-только Начал делать успехи Ну Ты же так долго к этому шла О, Господи Вы еще и послушиваете Мои телефонные разговоры А с чего ты взяла? Мать Аж задохнулась От негодования Субтитры создавал DimaTorzok Да Слушая бабка Мы разговаривали С Богом Ну вот видишь И ты запомнила Ну Все-таки Ты всю жизнь Была мне еще и матерью Ну Надеюсь Неплохой Клара Как всегда Промолчала Классную дверцу шкафа Доставала оттуда Два шарфика И по очереди Прикладывала к себе Нет Потом один Решительно Вешала назад Второй Порязывала Каким-то Немыслимым Замысловатым Бантом И Брала Маленькую Хлару За руку Вот Теперь Все Воя Подныгивала Девочки И говорила Ну Вперед Мои Доблестные Воины Алягер Ком Алягер Ай Виолетта В молодости Была Всегда Уверена В том Что она делает Ну Сегодня Началось Какой суп Варить А раньше Сомнений Не было Никаких Сегодня Будет Посолевый Суп Почему Ну Потому Что я Так решила Не важно Что в доме Ничего Кроме Посоли Нет Какая Разница И Девочки Полезно И нам Хорошо Зачем Мы думаем Будем думать Про какие там Омары И омаровый Суп Мы За здоровую Пищу Своей уверенностью Виолетта Заражала Всех Вогнём Клара Талант Будет учиться У лучших Педагогов Клара Клара Будет Замечательным Педагогом Нет Первые сомнения Девочки Возникли В подростковом возрасте Мама Я Не люблю Детей Ха Уши Прекрасно Иногда Поговорить С внутренним Голосом Он И отвечает Папам И Всегда Можно Даже Задохнуть Нельзя Рать На мать Особенно В каком возрасте Он Провезался Ну Собственно Кларе уже Не нужны были Зрители Она уже Давно Всё про себя Поняла Про свою жизнь Признаться В этом Не торопилась Потому что Куда спешить Вот Все говорят Что С возрастом Время несётся Быстрее А у Клары Времени было Предостаточно Хватило на всё Потому что Этого всего Было не так уж и много На пенсию Она ушла Сразу же Ну Не будем говорить Что её попросили И что все были рады Главное Она сама Испытала облегчение Работа Чтобы где-то Работать Как говорит мать Ходите на службу Её метод Кабинет Был своеобразным Компромиссом И все это Прекрасно понимают Выпускать Методички По которым Живут другие люди А без методичек Собственно Никак что Странно Что вот эта Простая мысль Не посещала Других сотрудников Метод Кабинет Ничего не могла Существовала Амеба Нет Нет Мать так не говорила Не акула Это не амеба Нет Клара была Всегда справедливой По отношению К себе И к другим И смогла Вот эту справедливость Сохранить В отношениях С сыном Это сложно Сложно Быть объективной А ещё сложнее Убрать Материнский Эгоизм Это вообще Доступно Единицам И Клара Тогда Смогла А что У неё был Выбор Мать Тогда сникла Вдруг Разом Сдала Постарела И у неё Начала Трястись Голова Оп Из-за двери Донёсся Голос Виолетты Ну послушайте Ну что Он сдавал Рядом с этой Кларой Ну Ну Лиза Может Отвезти его В Израиль Он же Подающий Надежды Программист Ну Ну Клара Жа не сможет Ну и что Тут думать Ой А ей Кстати Ой Интересно Сделать Из мужа Новобелевского Лауреата Ай Хватит Гнать свою жизнь Под обголз Достаточно Примера Родителей Ну Именно Вот так Она объясняла Тогда Подруги А Клара Тогда как-то Ушам даже Не поверила Она подумала Что Они опять Обсуждают Перестановку Стола Потому что У Акмата Лучше Чё тут думать Ну она Как-то Промяглила Ну наш сын Ох Так и сына Заберём Да Немного Смотреться Вот странное Дело Что Её Забрать Лиза Не предложила Что-то О чём Ты не знаешь И не догадываешься А это страшная Гадость Она тем временем Зреет На каком-то холме В эту сторону реки И совсем немного Из потока воды Хлынет на тебя Но может Конечно Не хлынет Может поток Принесёт Но гадость Все равно Созрелая Рано или поздно Она выплеснется На берег Да Мать Тогда нашлась Первой Значит Да За лекцию Спасибо Продукты Свои Забери Мы Из рук Предателей Ничего Не берём Основано На любви Не обязательно Взаимной Просто На любви КОНЕЦ 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 И Михаил, конечно, в первую очередь, это и Мендельсон, и Витховен, и Вах, и Шостакович, всех назвала. И главный герой нашего романа, это режиссер-постановщик, актриса Марина Веденеева. Мы все вас искренне благодарим за то, что вы пришли, за то, что вы, за ваше терпение, за вашу снисходительность. Порой заплеталась акустика, звук форсировала. Ну, в общем, это наш первый спектакль, можно сказать, такой первый прогон на зрителя. И я вас благодарю, и очень рада буду, если в душе мы у вас оставили светлый свет, потому что я считаю, что цель, задача искусства, как говорил великий Александр Сергеевич Куншлин, и чувства добрые в нем лирой пробуждал. Благодарим вас! Замечательно! А вот и Наташа. Здравствуй! Привет! Можно отняться? Что случилось? Привет, моя хорошая! Привет! Здравствуйте, Валерия Ильич! Очень рада вас видеть! Ну, как тебе спектакль? Да. Ой, я очень тронута. Видишь, я книжку взяла, хотела подписать. Сейчас подпишешь, конечно, подойдешь, подпишешь. Книжка опоздала, но я с удовольствием посмотрела. Да, мне тоже очень понравилось. Такой трогательный рассказ. Да, я в конце прям плакала. Да. Сыночек. Все это проецировано. Да. Слушай, ты загорела. Да нет. Прогулки. Да не знаю. Да ничего и не загорела. Не знаю. Может быть, сегодня пока гуляли, пока прямо в эфир били. Ты меня сняла? Да. Да. Представляете, я здесь встретила почитательницу своих картин Ольгу. Так было приятно, вот сейчас с ней беседовала. Слушай, как хорошо. Она как бы смотрит за моим творчеством. У тебя видишь, сколько почитательниц картин-то? Да, Таша. Одни мы с Валерой, у нас уже картинная галерея твоя. Я уже боюсь дарить, если честно. Нам уже надо поставить новое строение, чтобы было, где твои картины развешивают. Они по всему дому уже висят. Они у меня даже в спальне запланированы. Ты их переставляешь с места на место. Да. В зависимости от сезона. Да, от настроения. Это очень здорово. Вот я посмотрю, Таша на фоне картины. И картина украшает Ташу. И Таша украшает картину. Как-то все это взаимосвязано. Да. А тем более у тебя все по растению. Я просто восхищена. У тебя камелия скоро зацветет. Да, она у меня раскрывается уже. Потрясающе. Ты же вот Южная Франция, да? Да, у меня камелия. Как мне кто-то написал, Таша, у вас три экзота. Гордыня, камелия и лимон. Все экзоты. А вот этот рододендрон, он же тоже как бы... Ну, это вы имеете в виду в доме, да. Ну, здорово. Ну, молодец, что приехала. Уже скоро опять дачный сезон. Будем встречаться. Я уже так хочу. Я уже так хочу. Уже немножко осталось. Скоро все растает. Да, вы там снег раскидали. У вас первенство будет. Ну, да, надеемся. Я буду обязательно стараться. Я уже с удовольствием врачу. Да, вашу книгу. Я прямо рада. Вы мне до этого две книги подписали? Да, спасибо. Я поделилась в Кадру. Сейчас еще и рада. Спасибо, Наталья, за свидание. До свидания. Было очень приятно. Я уже к мужу подойду к вам. Да, я раньше прочла. Мне понравилось. Наталья. Наталья. Сейчас у нее творческие планы передохнуть. Это у нас вот... Это удачно, что такой формат вы нашли. И вот я специально для Марина это все. У нас сюда просто позвали, а дальше посмотрим, что надо дальше. Спасибо вам большое. Спасибо. И дурак. Да. Спектакль закончился. На этом мы хотим с вами попрощаться. Видите, как чудесно. И с Наташей мы встретились, и с Еленой. И еще несколько подписчиц ко мне подходило во время спектакля. Спектакль замечательный, глубокий. Мы сейчас еще, наверное, полчаса стояли, все обсуждали. Всех затронуло. Да, всех затронуло. И, наверное, это и есть цель искусства – затрагивать души. Что вот в данном случае точно совершенно произошло. Я, конечно, вам могу показать... Ну, вернее, показала только небольшие отрывки. Ну, а я уверена, что будет повторная постановка. Так что подписывайтесь ко мне в Телеграм, следите за новостями. Обязательно приходите на этот спектакль. Да? Да. Нам понравилось. Все будет хорошо. И поэлинируем. Да. Ну, а мы поехали домой. Пока-пока. До новых встреч на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова